Я Человек-Капюшон, но это в принципе даже и не трудно заметить. И я желаю вам здравия мозговитого и процветания неувидающего. А речь пойдёт о очередной вышедшей серии сериала Flash, которая также является второй серией четырёхсерийного кроссовера вседоблянских DC-шных супергеройских сериалов. И для начала уже небольшое уточнение, уже небольшое противоречие. Итак, наши дорогие седоблянские, те, кто доносят до нас новости, называйте их как хотите, сообщили, что кроссовер начнётся с сериала Supergirl и дальше переместится во Flash, дальше в Стрелу, дальше в Легенд Завтрашнего Дня. Так ли это? Да ни капли не так. Сериал начался, если говорить абсолютно честно, в Легендах Завтрашнего Дня. В Supergirl была просто скорее отсылка, скорее реклама, скорее анонс неких таких событий, нежели прямое участие. Смотрите, что нам даётся в сериале Легенды Завтрашнего Дня. Нам даётся такая ситуация, что Джефферсон и Штейн находят некую комнату, где есть послание Барри Аллана из будущего, Рипу Хантеру, и, соответственно, там Барри Аллан говорит, что грядёт война, и сейчас идут спойлеры, но это не он говорит, а я. Однако, так же, как позднее в этой серии нам показали, он говорит, что когда они попадут в прошлое, им нельзя доверять никому, в частности, и ему из прошлого, так как он изменил время, и всё такое, и всё другое. То есть, несмотря на то, что дораскрыли это послание уже в сериале Flash, но основу, основу сюжета нам показали именно в Легендах Завтрашнего Дня. Так что правдивее сказать, что кроссовер стартовал именно с Легенд Завтрашнего Дня. Дальше в Супергёрл на него было просто некое намекание, и дальше он продолжился, ну, непосредственно уже раскрылся в сериале Flash. И не дожидаясь там каких-то перемещений, а непосредственно прямо сразу же. Flash собирает команду, Flash идёт за тем самым зелёным своим стрелой, идёт за Супергёрлшей, идёт, вернее, не идёт, а вызывает Легенд, и вперёд и с песнями. И началось это всё с того, что спутники Star Labs обнаружили падающий на Землю метеорит, а позже оказалось, что это, в общем, вообще никак, и не чуточку, и вовсе, и близко не метеорит, а корабль пришельцев. Здесь у меня уже ряд вопросов возникает. Это пришельцы, это доминаторы, сверхмощная техническая всё такое-всё другое раса, которая не умеет даже посадить свой космический корабль так, чтобы он не протаранил земную поверхность. Это что за хрень? Ну, просто, что это за хрень? То есть их кто-то подбил. Если кто-то, то кто и как, и как это повлияет на сюжет? Если никто и не как, ну, тогда зачем это было показано? Неужели просто не могли показать, как в том же Star Labs включают новости и показывают, что вот в городе приземлилась неведомая хрень, и так же сам Флэш бежит разобраться? Он думает, что это, наверное, от Савитара и Алхимии какая-то неведомая хрень. Оказывается, что нет. Так это и продолжало бы, собственно, сюжетные линии Флэша и не было бы настолько нелепым. Единственное, что я надеюсь, что, может быть, покажут, что или тангарианцы, или местные криптонцы, или ещё какая-нибудь зараза в космосе летала, и она их подбила. Или, может быть, у них какие-то свои будут проблемы, ввиду которых их и удастся победить. Или, может быть, вообще легенды завтрашнего дня будут преследовать их в прошлом, на что уже есть намекания. И из прошлого переместятся в нынешнее, и именно они их и подстрелят. Вот если как-то так закрутят, будет достойно. Иначе дебилизм бессмысленно, бесполезно, бессюжетно. Ну вот такой, в общем. Дальше. Нужны ли Барри Аллану для борьбы с этими зверюхами вообще какие-то дополнительные люди? Очень сомневаюсь. Просто Барри Аллан не хочет подумать и постараться. Но, поскольку среди пришельцев нет спидстеров, он может на сверхскорости просто забегать в здание, набитое пришельцами, и не стоять, как олень-баранович, и смотреть на них, как новая ворота, а пробежаться, всех их отправить в нокаут, засунуть в ускоритель частиц, и потом уже допрашивать. Имея свои сверхскоростные способности, Барри Аллан даже не вспотев, мог бы пробежаться, всех пришельцев запереть в тюрьме или в ускорителе частиц. И, ну да, он мог бы позвать Супергёрл, как скорее запасной вариант. Типа так, я сейчас с ними справлюсь, если что, вот мои там последние поручения, идите там меня вызволяйте или без меня уже делайте. И тогда уже собирать команду. А сам, допустим, или с тем же Волли Вестом, или позвать ещё Джесси Квик, что им стоит? Ведь вот эта Тея Квинн Спиди, она бесполезна. У неё есть стрелы и кулаки против пришельцев. Ну не смейтесь сами над собой. Однако для Циска ничего не стоит открыть портал и притаскать Джесси Квик к ним. Ничего не стоит позвать Джая Гаррика. И таким путём их четыре Спидстера. Понимаете, четыре Спидстера. А если хорошо постараться, то можно было бы и Эобарда где-то откопать и сказать, а ну-ка пошли, тебе же надо в будущем родиться. Слышишь, ты же в будущем вообще ещё планируешь рождаться. А если Землю захватит, всё, всё, прощай. Поэтому давай, помогай. Ну ладно, это может быть уже натянуто, можно и без него обойтись. Однако четыре Спидстера, они за считанные доли секунды могли бы разобраться со всеми пришельцами. На всякий случай Супергёрл могла бы своими суперкулаками разбить их корабли вообще всмятку. Изжарив их лучами и тоже даже не вспотев. Все вот эти клоуны со стрелами, с пистолетами, с металлическими палками и прочее вообще там, ну, они бесполезны, они бессмысленны, они ни к чему. И вызывая их на такое дело, ладно, ещё Атома в крайнем случае, может быть, если нужно куда-то там пробраться. Или даже в действительности собрать всю команду вместе с поджигателем. Вот он, он что? Он ничто. У него, кроме его огнемёта, больше ничего нет. Снова огнемёт и кулаки. Это тоже показывает некий низкий уровень осмысленности данного сюжета. Потому что против настоящих пришельцев это не полезет, это, ну, вообще, это, ну, никак. У них на руках браслеты, которые могут распылять человека за секунду. Пока его огнемёт до них доберётся и оставит на них незначительные ожоги, они его уже распылят. То есть вызывать его на такое дело снова бессмысленно, опасно и бесполезно. Спидстеры плюс Супергёрл, их хватило бы с гарантией. С гарантией. Просто. Но не было бы мега-кроссовера всех седоблианских товарищей. Хоть можно было бы и кроссовер сделать. Можно было бы всё-таки позвать Атома и позвать Огненного Шторма. У них в действительности есть некие потенциально полезные способности. Даже сталь был бы более полезной, чем поджигатель. Даже, даже лисица способна принимать силы любого животного. Даже она полезней поджигателя и канарейки. Ладно. Ладно, ладно, ладно. В остальном, ну снова с Ириской и Воли Вестом фигня происходит бешеная. И снова не хотят они всё-таки подумать по-настоящему. Ведь легенды могли бы рассказать Барри Аллану про Спидстера, который их атаковал. Барри Аллан мог бы рассказать про Савитара, про алхимию. Пока где там те инопланетяне, с которыми Барри Аллан и сам мог бы справиться. А против Савитара уже нужны все силы, все спидстеры. Допустим, пули от него отлетают. А что насчёт базуки? А что насчёт того, чтобы взять распылители у этих инопланетян и попробовать на нём? Когда уже Флэшу и его команде и всем этим супергероям будут приписывать хоть сколь-нибудь разумно обоснованные, хоть сколь-нибудь вменяемые действия, а не вот такой бред, который показывают в сериалах? Ну, это риторический вопрос. А придётся терпеть то, что есть. Снова, в конце концов, выбор за зрителями. Хотите – смотрите, не хотите – не смотрите. Для каких-то зомбей, которые под попкорн это всё будут смотреть, у них всех этих вопросов не возникнет. Разумным же людям, в принципе, есть, и что делать без этого сериала. И если бы не некое подобие научной фантастичности, которая иногда проскальзывает, и не претензии этого сериала на влияние на массовое сознание, то я бы его тоже не смотрел. Реально интересных, с моей точки зрения, то есть качественных научно-фантастических концепций в нём почти нет. Поэтому остаётся пожелать только лучшего, остаётся пожелать осознанности, разума. Да, команду Оливера, ну, частично, их на общую, так сказать, команду, выкрали наверх, и Оливера выкрали. Поэтому будем смотреть, что дальше там будет. Я буду делать свои обзоры. Есть уже мой обзор на то, как Флэш появился у Супергёрл, о том, как Флэш вошёл в Супергёрл. Ну, соответственно, будут и обзоры на Стрелу без Стрелы, а потом и на Легенд, возможно, тоже без Легенд. Ну, посмотрим. Обещают Дестроука, обещают кучу другой нежити. Но пока это, скорее, не борьба героев с пришельцами, а, скорее, некая комедия, где показано, как герои ведут себя крайне нелогично, а пришельцы, вместо того, чтобы сразу их перебить, чего-то тянут, и потом под хихоньки-хахоньки общую американскую дружбу, американские ценности, запах гамбургеров и излияние Кока-Колы. Все они победят пришельцев. Не исключаю, что вообще покажут, что они их заливают колой, и оттого те дохнут. Типа, Циска соорудит пушку, которая будет стрелять колой и гамбургерами. И так пришельцы сдохнут. А Ириска опять напомнит Флэшику, что она его... В общем, Ириска, ну и так далее. В общем, не будьте такими, будьте разумными, и желаю вам в действительности развиваться и совершенствоваться.